всем привет гостям канала подписчикам не забывайте кто не подписался подписаться на мой канал тема сегодняшнего видео будет посвящена канарейка а именно как определить готова ли самка кеннера к размножению для этого нам понадобится небольшой кусочек ватки можно взять маленький кусочек бумажки или пёрышки те же самые что от канарей бывают вылетают пёрышка в общем ватку пёрышка или бумажку небольшую от салфетки берем от ватки значит делаем вот такую небольшую крабулечку в дальнейшем потом эту же ватку мы будем использовать вот если у вас есть гнездо то опять из ватки сделать небольшую там видно хорошо такой шарик и кладём его на дно гнезда вот как бы там чтоб белое было это будет как приманка для канарейки ну и перейдём в общем непосредственно к теме вот у меня уже тут на готове гнезда некоторые постирал некоторые связал вот такие вот получили гнезда видно хорошо для гнезд я использовал бумагу эту ткань которая идет сантехники мотают на резьбу она называется пенька или пакля из конопли делается эта ткань очень хорошо получается из нее гнезда и так берем ватку небольшую небольшой кусочек ватки вот в этой клеточке я посадил примерно шесть или пять канареек сейчас чтобы видео нормально сделать я буду располагать между прутьев ватку и будем смотреть какая канарейка первая берет ватку значит ту канарейку мы садим первую к самцу здесь так здесь вот так же у нас находятся самки канареек я сейчас буду располагать между прутиков решетки эту ватку какая канарейка первая берет ватку в клювик и начинает таскать ее в поисках домика ну чтоб гнездо себе построить значит та и канарейка будет первая нестись тут целесообразно подсаживать к самцу ну для сравнения если взять вот допустим у вас два кеннера и две самки вы поставить поставили им ватку одна канарейка берет ватку ну слепок вы поняли что вот все это канарейка берет второй раз положили опять она берет третий раз опять она берет то есть вторая канарейка не проявляет интереса к ватке и выберите посадите эту канарейку которая проявляет интерес и которые не проявляет интерес к самцам и посмотрите что та которая проявляла интерес к ватке которая брала первая ватку она первое снесется то есть таким образом немного узнаем какая канарейка готовável готовая к ватке потому что бывают случаи когда люди по неопытности, вот это в основном новичков, садят конорейку к кеннеру, она начинает драться, и очень сильно драться, люди переживают, волнуются, обращаются, спрашивают, почему конорейка дерется, почему самка бьет самца. Это происходит потому, что самка еще не готова к размножению. То есть с помощью ватки мы узнаем, готова ваша самка или нет. А покуда она не готова, она находится в отдельной клетке, кеннера содержится в отдельной клетке. То есть конорейки вместе с кеннерами не живут, только в период размножения и выкармливания птенцов. Здесь вот в этой клеточке у меня мои интересного цвета конорейки, вот их осталось 6 штук, было 7. У меня аж один кеннер запел, получается, я его отсадил в отдельную клетку, сидит. Все никак не получается видео снять, как он поет. Итак, сейчас я размещу ватку, и потом буду снимать видео, посмотрим, какая конорейка проявит интерес к ватке. Возможно, что сегодня никакая конорейка не проявит интерес, то есть не готовы они еще. В принципе, до марта еще 20 дней. У меня сезон размножения начинается у конорейок с марта, с весны. Ну, я сейчас как бы посмотрю, на что конорейки мои годятся, не годятся. Может, если они сейчас начнут ватку таскать, то можно уже, в принципе, через недельку ставить им гнездышки, и пусть они размножаются. Итак, мы видим с вами, что ватку я разместил. Вот, видите, конорейка уже пытается клюнуть. Вот, вот эта серенькая. Ну, раз клюнула, не знаю, что-то это просто может интерес... Вот, вот, пожалуйста, конорейка взяла ватку и уронила на пол. Сейчас мы сделаем еще. Вот все сначала. Я спугнул тех, поставил новую вату, наблюдаем, кто возьмет. Немножко они смущаются меня с камерой. Сейчас мы зальем, будем смотреть. Конорейки в недоумении. Что это за белые кулачки ваты и для чего их сюда положили? До весны еще 20 дней, как бы они особо не торопятся, размножаться, я смотрю. Так, сейчас попробуем в другом вольере сделать такой эксперимент. Вот желтая самка проявляет не особо... Вот оранжевая, пожалуйста, видите? Все, видите, канарейка взяла ватку? Вот, пожалуйста. Если у вас много таких цветов, можно на нее брызнуть зеленкой и вы будете знать, что это самка, чтобы не спутать. У меня тут оранжевых немного. Ну, вот, что я вам хотел объяснить. Вот это символизирует готовность самки. Но если не стопроцентную, то ее можно в общем первую брать, а потом остальных. Тоже таким же образом можно ставить ватку. Кто берет вату, того и к самцу нужно сажать. Это не говорит о том, что она сразу снесется. Ну, может, конечно, и сразу снесется. Но это как бы больше шансов, что она первая начнет вступить в паровку, снесет кладку и сядет на гнездо. Сейчас попробуем канарейкам необычной раскраски вату предложить. Я когда показывал свое видео, что приобрел новых самок, некоторые говорили, ну, из подписчиков, что там какой-то экземпляр слишком старый, кто-то пенсионер. Ну, я как бы не спорю, у них же на лбу не написано у канареек. Так, вроде, по лапкам они молоденькие, ну, и человек вроде как не обманул. В общем, посмотрим, будет видно. Сейчас вату подложим к этим серым, коричневым, йодистым. Ну, вот, наблюдаем за канарейками необычного раскраса. сидят. Одна из них думает, какая там ватка, пенсия уже, а нам сватку подкладывают. Ну, это, может, так она и не думает. Ладно, ждем. Они больше про еду, думаю, чем про разведение. Вот одна вырвалась. Есть. Клюнула на ладку. Сейчас я увеличу. прямо вниз пошла брать ее. Как заинтересовалась ваткой. Вы видите, да, внизу. Вот вторая. Ну, в принципе, не все так плохо. Интерес проявляют. Меня, наверное, боятся. Вот ватка, которая упала, там прям одна канарейка, вторая подошла. Вот, видите, да, взяла эту ватку. Я хотел просто увеличить, посмотреть, что это за канарейка. По-моему, это шиферная расцветка, которая мне и важна была. И вроде не шиферная. Вот, и принесла, обратите внимание, с ваткой в кормушку. То есть, кормушка как бы выполняет роль гнезда, если гнезда нет. У кого гнездо есть, то хорошо, она будет туда тащить. Вот, видите, канарейка расцветки такой необычной. На ватку повелась. Ну, значит, не все так плохо у этих самок. Я думаю, пойдут они в воровку все. Ну, в общем, вот это хотел вам рассказать, что вот таким способом можно определять готовность самочки. так же еще можно, вот, когда вы выбрали самку свою, которая у вас будет нестись, отсадили ее отдельно скинером, поставили гнездо, то не поленитесь, сделайте из ватки, ну, или опять-таки из бумажки. ну, если из бумажки, то тоже комочек такой беленький. и бросьте вот так в гнездо. Это будет своего рода приманкой для канарейки, что здесь надо строить гнездышко, здесь надо делать домик. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям, знакомым, пусть тоже подписываются, смотрите видео, развалите канареек, чувствуйте себя хорошо, не болейте, всех благ, всем до свидания, до скорой встречи.